В эфире телеканал Одесна ТВ Новости. В студии работает Олег Соловьев. Здравствуйте! Главные темы сегодня. Церемония возложения цветов на Кургане Славы. Мы все с вами должны всегда помнить и защищать наше Отечество. Турнир по дзюдо для юных спортсменов. Сегодня соперники очень сильные. Нужно поверить в себя, и ты выиграешь. 20 февраля в Десногорске состоялось возложение цветов в память о погибших за родину воинах. Церемония была приурочена ко Дню Защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля. Мероприятие традиционно прошло на Кургане Славы. Из-за особых эпидемиологических мер, которые все еще действуют в регионе, от праздничной программы было решено отказаться. Но это не помешало неравнодушным горожанам почтить Защитников Родины в этот день. Мы все с вами должны всегда помнить и защищать наше Отечество. Поэтому в этот день хочу вам пожелать всем крепкого здоровья, удачи, ну и берегите себя и своих близких. У наших солдат всегда была освободительная миссия, потому что мы воевали за свою Родину, за своих близких и родных, за свою страну. В церемонии приняли участие представители городской администрации, местных организаций, а также молодежь Десногорска. 19 февраля в спортивной школе Десногорска прошли соревнования по дзюдо. Это одно из первых подобных мероприятий после ослабления эпидемиологических ограничений. А потому для всех участников и зрителей оно стало настоящим спортивным событием. У них соревнования эти проводятся по правилам дзюдо впервые и посвященные они Дню Защитника Отечества. Турнир проходил для воспитанников младшей возрастной категории. Около полусотни ребят вышли на татами, чтобы определить, кто сильнее. Эффектные броски и приемы сопровождались радостью победы, а где-то и горечью поражения. А главное в этом виде спорта, техника и уважения к сопернику. Этими качествами за два года тренировок успел овладеть участник турнира «Владимир». Но в схватке он рассчитывает не только на свои спортивные навыки. За эти два года я много что узнала, много удержания узнала. У меня уже была медаль одна, что мне поможет победить. Но это, конечно, моя семья, как она за меня болеет. А у Арсения спортивные и личные достижения еще впереди. Мальчик самый младший из всех участников турнира. Но в свои шесть лет он уже в состоянии дать понять соперникам, что так просто его не одолеть. Это сегодняшнее первое настоящее соревнование. Сегодня соперники очень сильные. Нужно поверить в себя, и ты выиграешь. Стратегия на победу у каждого участника была своя. Но независимо от результатов, этот турнир для всех участников стал особенным. Первые переживания и чувство спортивного азарта обязательно запомнятся им надолго. Это первые соревнования у них, первый спортивный экзамен. Ребята к нему готовились очень усердно. И сегодня они показывают то, на что способны. Все участники и победители получили заслуженные грамоты и медали. В конце выпуска о погоде 23 февраля в Десногорске переменная облачность. Днем минус 12, ночью будет около минус 20. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин